В эфире программа Интерда. Здравствуйте! Сегодня у нас новая пища для ума. Тренируемся входить и выходить из виртуальных комнат. Ну а еще поговорим о том, без чего не отправиться в страны далекие. В прошлой телепередаче мы заглянули на сайт ufms35.ru и там посмотрели документы, необходимые для получения или замены отечественного паспорта. А сегодня обратимся на этот же сайт, чтобы посмотреть электронные услуги и необходимые документы для получения паспорта заграничного. Итак, вводим в строке адреса браузера ufms35.ru. Слева находим раздел для граждан РФ – заграничный паспорт. Перед нами список пунктов. Если вы интересовались, то наверняка знаете, что загранпаспорт бывает двух видов – старого образца и нового. О том, что из себя представляет паспорт нового поколения, можно узнать здесь, щелкнув по соответствующему пункту. Так, например, можно узнать, что паспорт нового образца по Вологодской области с начала этого года получили уже 34 тысячи человек. Вернувшись обратно, можно ознакомиться и с тем, что из себя представляет паспорт старого поколения. Здесь же можно скачать все образцы для заполнения заявления, оплаты госпошлины, можно скачивать файлы по отдельности, а можно и всем архивом. В прошлой передаче мы уже узнали, что такое архив и как им пользоваться. Далее предлагаю ознакомиться с пунктом о сроках изготовления паспорта. Как указано на сайте, в случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту жительства, срок оформления не должен превышать один месяц со дня подачи указанного заявления. А если подача была заявления по месту пребывания, то срок оформления не должен превышать 4 месяцев со дня подачи заявления. Как говорят специалисты, паспорта изготавливаются даже быстрее, чем за месяц. Здесь же указаны возможные причины в отказе выдачи загранпаспорта. В случае, если заявление о получении заграничного паспорта было подано посредством портала госуслуг, то отслеживать готовность паспорта можно, не выходя из дома. Не зря я обмолвилась о том, что можно воспользоваться сайтом госуслуг для получения загранпаспорта. Через сайт уфмс35.ру этого не сделать. Здесь можно получить исчерпывающую информацию о том, как заполняется заявление, о том, как выглядит платежка для госпошлины, о тонкостях получения заграничного паспорта нового и старого поколения для разных категорий людей, детей младше 14 до 18 и старше, о том, как в паспорт старого образца вписать ребенка. Так что дело за малым, ознакомиться со сведениями и отправиться на хорошо нам знакомый портал госуслуг. И вновь, как говорят специалисты, главное, чтобы загодя была пройдена регистрация на портале. Череповце это быстро. Напомню, в отделении Ростелеком можно в читанные минуты пройти завершающий процесс регистрации, ну а если точнее, то получить код активации. Но для этого понадобится изначально дома заполнить на портале необходимые пункты, в том числе фамилию, имя, отчество. И не забыть взять в отделение Ростелеком – страховое свидетельство. Ну, а теперь передаю слово специалисту. Время следующей рубрики. Без очереди отслеживать ход рассмотрения заявления. Не стоять и не ждать, когда откроется нужный кабинет. На портале госуслуг возможностей много. После пройденной регистрации и при наличии личного кабинета появляется возможность использовать предоставленные электронные услуги. Также может обратиться в миграционную службу с заявлением, допустим, о выдаче паспорта нового поколения или о выдаче паспорта старого образца. Сразу же уточню, что временно такая заявление на выдачу паспорта старого образца не принимаются по техническим причинам. Паспорт старого поколения не так популярен. Как говорят специалисты, лишь десятая часть желающих получить новый загранпаспорт предпочитают старый образец. По-прежнему паспорт старого поколения доступен при личном посещении отделения миграционной службы. Здесь же на информационных стендах можно изучить информацию, просмотреть образцы квитанции, заявлений. То же самое можно заполучить на официальном сайте миграционной службы ufms35.ru. Если вернуться к цифрам, то 40% тех, кто подает заявление на получение паспорта, делают это через портал госуслуг. Чаще всего пользуются, ну понятно, что взрослые, да, детей идет чуть-чуть поменьше, но в принципе тоже достаточно такого большого количества. Ну а взрослых там по возрастным, как говорится, критериям, в принципе одинаково, наверное, что молодых, что людей преклонного возраста, то есть обращаются все. Заявление на получение паспорта детьми до 14 лет оформляется через личный кабинет родителя. А вот люди старшего возраста самостоятельно или с помощью опытных и компьютерно-грамотных родственников отправляют заявление через портал госуслуг из своего личного кабинета. Стоит отметить, что оформление загранпаспорта не такая частая процедура. Паспорт старого поколения действителен 5 лет, а нового образца 10. С учетом того, что при обращении через портал понадобится только дважды побывать в отделении миграционной службы, сфотографироваться на загранпаспорт, а потом уже забрать готовый, то получение паспорта будет необременительным и не займет много времени. Как уже догадались, в следующей программе поговорим про портал госуслуг и пошагово рассмотрим процесс заполнения заявления. Ну а пока вашему вниманию новый интересный интернет-ресурс настоящим мозголом. Как часто вы ищете ключ, который поможет вам разрешить ту или иную ситуацию? Если часто, не переживайте. Если хорошо поискать, он обязательно найдется. Для тренировки интеллектуальных навыков, которые можно применять в подобных ситуациях, предлагаем вам сайт uface.ru. Уже на главной странице можно понять, что участники сайта – люди, занимающиеся саморазвитием, определение различных терминов, исторических объектов и так далее. Но при чем же здесь ключ, спросите вы? Переходим в раздел «Выход из комнаты». И именно здесь находится увлекательная игра-головоломка, пройти которую не так-то просто. Чтобы перейти из комнаты в комнату, нужно решать трудные интеллектуальные задачи. Управление игрой предусматривает только наличие мыши. Внимательность и бдительность вам пригодится больше всего. Удачной тренировки. И, быть может, одна из них поможет найти ключ вам не только в игре. Тренируем внимательность. Ну а если пропустили передачу о регистрации на портале Госуслуг, то не поленитесь зайти на наш сайт 35media.ru в раздел «Провинция РН» – видеоархив программы «Интерда». В следующей программе вернемся на портал. За это время, если до сих пор не была вами пройдена регистрация, вы успеете заполучить личный кабинет на портале Госуслуг. И уже вместе, шаг за шагом, пройдем этапы оформления заграничного паспорта. До встречи на следующей неделе в пятницу в 19.10 на телеканале «Провинция РН».